Жители Камышинской 49 жалуются на бездействие своей управляющей компании. Как минимум 13 лет кровля дома нуждается в ремонте. Последнее собрание, которое было 10 января, нам предоставили вот такую вот бумагу. Здесь за ремонт крыши в один слой 512 тысяч 981 рубль 59 копеек. Один новый слой проблему не разрешит, считают собственники. Более того, уверены, что никаких денег они, обслуживающие организации, не должны. Мы капитальный ремонт, нас же берут, мы платим. То у нас 630 на счету тысяч, то они пропали, то опять нашли 500 тысяч. Мы не знаем, сколько у нас, чего у нас. Согласно документам, которые предоставили жильцы, все денежные средства за содержание и ремонт управляющая компания отправляет в счет погашения задолженности перед Т-плюс. На окне течет, у меня тряпки лежат. Здесь у меня вот с плафона свет не включая, я пользуюсь переноской теперь. Мне запретили, потому что прям вот поэтому вода течет. Пока управляющая компания бездействует, жильцы очищают крышу сами. Есть и те, кто заменил кровлю на своем участке за собственные деньги. Как и новые окна в подъезде. Мне вот 71 год, я лазил на крышу, а если бы не чистили, вообще бы тоже так же до второго этажа. Компания «Альфа-Комзасвияжья» стала новой управляющей организацией на этой территории в 2010-м. Известно, что сейчас она признана банкротом. Однако это не избавляет ее от прямых обязанностей. Тем временем жители 49-го дома при помощи контакт-центра подготовили заявление в прокуратуру. Инженерами ЕДС-05 было выполнено контрольное выездное мероприятие, в ходе которого был составлен акт об определении пролития и причин материального ущерба. Также выявлены дефекты кровельного покрытия. Коллективное обращение уже имеется. Жителям осталось только отправить его в районную прокуратуру. Никаких актов от управляющей компании здесь не потребуется, сообщает Данилин. Кстати, по госпрограмме капремонт на Камышинской 49 запланирован на 2026 год. Чтобы сроки значительно сдвинуть, собственники решили создать спецсчет при фонде модернизации ЖКХ. Остается управляющая компания, которая из претензий. Но все равно организуется решение, то же самое общего собрания, о том, что собственники принимают решение выбрать способ накопления специальный счет на счете регионального оператора. То есть владельцам выступает фонд капитального ремонта. После деньги с такого счета расходуются на капремонт только по решению общего собрания жильцов. Создать его можно при любом виде управления многоквартирным домом и вне зависимости от качества управляющей компании. Но есть несколько условий. Необходимо достаточное количество средств и подтверждение, что крыша действительно нуждается в восстановлении. Анжела Забашта, Бахтияр Салтанов, репортер 73.